Здравствуйте, друзья! Мы сегодня в уличной студии археологического клуба. Меня зовут Сиэлла Пежемский, канал Археоклуб, та его часть, которая за снаряжение, за туризм, за походы, за маршруты. Сегодня я рассказываю об одной интересной новинке, которая появилась в Декатлоне, и я ее приобрел себе, потому что хотел давно вам рассказать про этот тип снаряжения, и потому что давненько у меня такой куртки не было, и я бы хотел ей владеть. Вот теперь владею и рассказываю. Это куртка 3 в 1 на флисе. Обычно я сижу в уличной студии там за столом, но сегодня, раз я рассказываю о куртке, я решил столом от вас не отгораживаться, Ну и кроме того, будут полевые подсъемки этого изделия. Давайте начнем с того, что такое куртка 3 в 1. Почему вообще в целом куртки 3 в 1 это классное решение? Мне всегда это нравилось. Это была одна из первых курток, которые я внешне видел, увидел, мембранных. Еще только-только на заре нового туристического снаряжения. Сначала где-то на каких-то видео, по-моему, может быть даже в телепередачах каких-то экспедиций, а потом и на людях я стал встречать там в городе или в походах снаряжение такого типа. По-моему, первую куртку, которую я вблизи рассматривал, была от фирмы Салева. Чем она интересна? Дело в том, что по сути куртка 3 в 1 является уже сформированной частью многослойной туристической системы одежды. Если брать комплект, например, 3 в 1 куртку и штаны тоже с подстежкой, то получается полный комплект. Сегодня мы говорим о куртке. В чем прикол? Обычная туристическая система одежды предполагает, что на вас, в верхней вашей половине, надето отводящая футболка или термобелье, если это зима или осень или весна, и сверху слой флиса, и сверху слой хардшелл. То, что закрывает флис, отгораживает вас от внешних воздействий. Как правило, это мембранная куртка. Так или иначе, это внешний, защищающий вас от воды слой. А здесь вы получаете подогнанные по размеру слои, уже соединенные между собой. То есть вы можете использовать отдельно флисовую куртку, которая является отдельной курткой. Отдельно использовать, как под дождем, куртку внешнюю. И, состегнув их вместе, можете носить их. И это очень забавно, у нас один юноша, он купил себе такую куртку, три в одном, с какой-то очень простенькой мембраной, тоже в декатлоне, давно, года три или четыре назад. И во все походы берет ее с собой, и больше вообще в ус не дует. У него, за исключением там самых сложных наших горных выходов, у него просто на себе термуха и вот эта куртка с флисом. И все. И он, если нужно, флис подснимает и носит отдельно. Вот, так что это такое универсальное решение, а в данном случае еще и относительно недорогое по сравнению с другими изделиями. Но, вот, когда я увидел эту куртку, а, кстати, она есть в черном цвете, вот в этом красно-коричневом кирпичном, и есть, вышла в оливье. Но, если бы я знал, что она вышла в оливье, то я, как бы, обязательно бы купил именно такую. Ну, когда я покупал, не было еще оливы в продаже. Но единственным существенным минусом у этой куртки, на мой взгляд, ну, связанным, видимо, с ее ценой, является то, что здесь, ну, по крайней мере, никак не упоминается мембрана. То есть, верхняя куртка, она сделана непромокаемой, но она сделана недышащей. И, с одной стороны, это плохо. Я привык уже давно носить мембранную одежду. С другой стороны, я прекрасно знаю, что у нас есть целый ряд зрителей, целая группа зрителей, которые мембранную одежду вообще не приемлет ни в каком виде. Так вот, если человек не приемлет мембранную одежду, он может покупать, в общем, эту целостную систему, но не переплачивать за мембрану. И в некоторых ситуациях, может быть, данная проблема не является критичной. Но это мы еще проверим и посмотрим на тестах. Давайте немножко о самом изделии. Это очень плотная, хорошая по качеству куртка, способная противостоять, ну, например, острой ветке, которая, ну, не порвется, как тонкая ткань. Настоящий хардшилл, очень качественная, нормальная ткань. Она имеет водопроницаемость 2000 мм, но эти 2000 мм, как я всегда говорю, про декатлон условные. Декатлон испытывает свои изделия по-другому. С одной стороны, это мудрый шаг, потому что получается, что куртка испытана следующим образом. Она испытывается целиком, это не испытывается ткань, да, а берется изделие и проливается в душевой камере до 2000 мм. При этом, когда куртка проходит это испытание до 2000 мм, ее не испытывают дальше до предела, а просто 2000 пролили, и этого достаточно. То есть, в реальности куртка может держать больше. Мало того, у нее полностью проклеенные швы. Водоотталкивающая пропитка. Вот хорошо видно, капельки скатываются, не держатся на ткани. Конструкция. Ну, такой покрой вполне традиционный. Плечи усилены дополнительно, материал на плечах под лямки рюкзака еще более усилен. И капюшон убирается в воротник. Капюшон застегивается полностью. Но мне для этого придется снять микрофон. Некоторые зрители всегда меня просят показать, как полностью застегивается капюшон. Вот тут еще две курицы, которые можно застегнуть, затянуть. Сзади есть липучка, которая может затягивать капюшон по необходимости. Помимо флисовой куртки-подкладки, есть еще дополнительная флисовая подкладка под подбородок, которая позволяет вам чувствовать себя комфортно при полностью застегнутой куртке. Два кармана, которые находятся на том уровне, где удобно держать и греть руки, но неудобно, если у вас поясной ремень для рюкзака. Внутренняя куртка это флис. Ну, по моим ощущениям, 180-200 где-то. То есть, это хороший толстый флис. Традиционная форма, без капюшона, стоячий воротник. Два кармана по бокам и один карман внутренний. На мой взгляд, при интенсивных нагрузках флис должен отводить от тела пот, особенно если под ней потоотводящая футболка или термобелье, или как у меня термобелье и флиска. Кстати, вот единственный момент еще заметил, что если у вас флисовая куртка подстегнута, то надевать ее на флиску сущий ад, потому что флис, а флис очень создает высокое трение, и ее сложно натянуть. Ну, это детали, носить комфортно. Вот, и влага при холоде будет конденсироваться на внутренней стороне за дышащей подкладкой, и таким образом она не должна сильно влиять на ваше состояние. Но после интенсивных нагрузок такую куртку нужно будет тщательно просушивать, отстегнув внутреннюю подкладку. Ну и у меня возникла идея проверить эту куртку на паропроницаемость. Дедовским методом берем термос, ставим сверху ткань внешней куртки, ставим стакан, открытый термос, горячая вода внутри, и смотрим, появляется ли конденсация на стенках стакана. Сейчас проверим. Ну, вот у нас горячая вода в термосе. Берем капюшон, а это как раз верхний слой, темный. Закрываем стаканом. Ну, слушайте, какая-то паропроницаемость есть у этой куртки. Небольшая. Следовательно, есть вероятность, что ткань здесь все-таки обладает мембранными свойствами, хотя бы на вставке на плечах. Во внутренней куртке на спине отсутствие мембраны компенсирует дополнительная сетка, которая должна вас ненасколько ограждать от конденсирующейся на спине влаги. Внутренняя куртка крепится к внешней при помощи двух тракторных молний, а также еще на пяти точках. Одна точка наверху на воротнике и в двух точках каждый раз на обшлагах. Ну, вот я разбираюсь с курткой. Сейчас как раз примерно нижний предел ее температуры. Ну, сейчас минус один, минус два. Она как бы до нуля. И я ее надел именно так, как нужно в системе туристической. Да, то есть вот термуха, дальше флис, дальше сама куртка-хардшелл. И вот у меня впереди 10 километров. Ну, и по результатам я постараюсь глянуть, как там получилось все с отводом влаги, конденсацию ее на внешней стенке, на внутренней стенке внешней куртки. И попробуем оценить, есть ли там в действительности какой-то пара отвод. Но я не уверен, что у меня получится, потому что погода реально такая не предполагает того, чтобы я здесь густо потел. Ну да, конденсация, конечно, есть. А вот тут вот на сетке вообще никаких следов влаги. Поэтому подозреваю сверху мембранную вставку. Может быть, вот здесь вот она есть. Спина сухая. Круто. Ну что, друзья, куртка 3 в 1 показала себя, как мне кажется, очень толково и интересно. Прежде всего, она работает, она работает в системе слоев туристической одежды. Она не дает такой невероятной конденсации, которой я ожидал от этой системы. И, кроме того, что мне очень понравилось, она по стоимости примерно соответствует одной флиске, купленной у фирмы-конкурента, про которую мы тоже делали сквозной обзор. То есть, получается, что это экономичное решение, которое позволяет вам его использовать и в городской жизни, и в лесу, и, может быть, в походах осенью и весной. И она полностью соответствует своему температурному режиму. То есть, при температуре до нуля в ней можно ходить спокойно, нося под ней только термобелье. Вот такие краткие выводы. Но я думаю, что вы еще эти куртки 3 в 1 у нас 2 модели и вышли обзоры на 2 модели будете неоднократно встречать в наших роликах, где я буду мелькать в них во время нашей походной жизни. Всем хороших походов и до встречи в поле!